добрый день дорогие друзья мы продолжаем наше изучение туры и сегодняшняя глава называется ваилех интересно маша говорит ибо знаю что после смерти вы развратитесь вы и сойдете с пути и так далее что значит он знает маша знает как узнает своим знанием он знает мы же вроде подчиняемся выполняем в основном это поколение пустыни было самым лучшим из поколений за всю историю но мы должны знать что маша же все-таки пророк и то что он говорит это не его мнение он просто видит это что даже не было пророка подобного маша по всем знамениям мы это знаем давайте вспомним его шо всевышний он отделил всеми полномочиями такими царскими как у маша мы увидели чудеса невероятные всевышний взял остановил и ордан он для нас солнце он все так сделал такие чудеса невероятные подтвердил что его шо имеет все полномочия мы переходим и ордан и ордан стоит как плотина стал открылась но мы поэтому дну прошли там положили камни вышли все чудеса невероятные всевышний взял чудо невероятно все все хорошо воевать не надо в ерехоне говорит обходите его мы обходим ерехон шесть дней на седьмой день он сказал кричать мы закричали ерехон сам разрушился чудеса просто невероятные забрали ерехон всевышний сказал что вы не имеете права ничего взять переходе все уничтожить и что мы думаем есть праведники который не смог выстоять когда мы пошли воевать на следующий город город ой то мы проиграли невероятно погибли 36 человек из них ер сын минаше невероятная личность он вообще один пол сангендрина стоил такой величайший был человек его шо не знает что это такое как это мы все войны выиграем тут нас город ой небольшой город не можем ничего сделать всевышний говорит надо выполнять то что я говорю нельзя брать из заклятого в ерехоне ничего нельзя было брать и уже как я узнаю но ритт бросает жребий его шо с элезаром коэном бросили жребий жребий пал на колено и гуды бросали в колено и гуды жребий пал на семью ахана так сначала на семью зераха и же перец и зераху и гуды два сына потом зераха попал на семью ахана ахан говорит эгошу элезару чего меня подозреваете бросаете жребий вы между собой бросьте эгошу элезар жребий какого выпадет тут из вас и виноват ну и гуды приказал проверить и действительно нашли у него имущество какое-то золото какой-то плащ в общем взял из заклятого и самое суровое наказание казнили семья их не была убита так это есть какой-то нечестивец был это понятно всякая или какой-то человек который не понимает чем дело но можем себе представить что это был праведник не смог выставить не смог а как мы видим что он праведник эта семья такая то есть смотрите прошло много лет перец и зерах они жили когда до входа в египет они уже были у них уже дети были у перец и были же хитрон и хамуль так этот человек зерах он родил сейчас я завди за один корми по моему так корми родил этого ахана который взял этого заклятого то есть видите всего он получается правнух зераха который жил до ухода в египет уже много лет прошло уже двести сорок лет прошло после входа в египет то есть несколько поколений сменилось то есть видно что они по много жили и невероятно и он не выстоял чего это стоило и дальше если мы смотрим с вами что происходит мы видим какие события всевышний такие чудеса открывает невероятно дает он бьет врагов камнями с неба убивал то есть при его что же показать что не только во времена аврагама что всевышний огонь с неба послал серу с неба послал а тут он камнями бьет в египте мы знаем что он бил градом с огнем то есть тут тоже чудо показал невероятность не метеориты сыпятся и бьют именно по врагам и больше чем убивает его шоу врагов убивает эти камни то есть всевышний делать чудеса невероятно мы как-то жили при его шоу соблюдали тору все-таки выстаивали а дальше все-таки не смогли не смогли и гоша не стала и мы много разных гадостей делали мы с вами это знаем и не только простые люди и цари тоже не все выстаивали мы знаем что были такие цари как минаше который не выстоял видала поклонстве не взяли раньше у нее отец был праведник то есть много вы сделали всего и жили как на ней и идла поклонства у нас было и жертвоприношения людей случались невероятные мы с вами знаем эти много много всего в тонах есть и почитать это страшная книга хотя если так разобраться что не так это много было как считается в тонахе я то что пишется и успокоила земля и 40 лет было спокойно то есть если раз 40 лет случалось это вот вещь то не так много как сейчас вот были какие-то войны потом 40 лет спокойствие то есть все равно мы как-то выстаивали но не всегда конечно и кончилось тем что то что маша говорит сработало из-за то что было сильное идлопоклонство у нас и разврат был разрушен храм который построил царь шлома и мы были изнаны вавилон за наши грехи именно вот эти вот что мы развратились то есть написано когда я вам дам дома хорошие наполняет всякого добра и виноградники которые ты не создал и деревья и все и все все а ты скажу это я своим трудом достиг то есть забываем потом всевышнего и начинаемся так вести об этом ошей говорит что совратитесь вы сойдете с пути и то что всевышний нам обещает вреда я все равно вам сюда через страдания которые вы сами на себя навлекаете то есть у нас есть два варианта всевышний говорит вы ведите себя достойно соблюдайте тору и заповеди и будете жить прекрасно никаких воин у вас не будет и воевать вы не будете ваш бог сам сражается за вас как он говорит нам в книге шмот мы выбираем второй путь мы выбираем путь где мы себя ведем как мы хотим подражаем идолопоклонникам и после этого мы страдаем и потом получаем по башке как мы это знаем и после этого когда взвоем как мы в египте взвыли туда всевышний нам откроется то что он нам говорит так он нас просит выбери жизнь я вам предлагаю сегодня жизни добро или смерть и зло выбери жизнь просто соблюдать заповеди живи хорошей жизнью у вас есть праздники на радость у нас есть очень много хорошего если так разобраться у нас сколько всевышний дал праздников мы посчитаем сколько он нам подарил он подарил нам песок семь дней праздников каждый день по две трапезы минимум обязаны собираться и праздновать субботы у нас по три трапезы каждую субботу сколько это трапез больше чем 150 в году он подарил нам суккот хануку это восемь дней там восемь дней суккот меня царе там восемь дней и все остальные рожь хошана который у нас был всем с новым годом в общем все вот эти праздники и посчитать сколько у нас по моему в году 180 трапез праздничных которые мы обязаны соблюдать не просто так то есть вот так вот то есть если мы кроме того у нас есть бармитцы батмитцы обрезание это все праздники у нас есть у нас хорошая жизнь если мы ее принимаем конечно если мы хотим жить как свободные люди когда чтобы нас тора не интересовало дамы другую жизнь ведем тогда страдаем за свои проделки и войны не прекращается не дай бог мы надеемся что мы все-таки одумаемся и вот час перед емки пором постараемся раскаяться и больше не делать того что мы делаем вот она сегодня наш урок заканчивается всем браха пророса каванам мазал то что мы это время не грешили учили тору молим за весь нас список который у нас есть и надеюсь что всевышний как можно быстрее закончить эту войну приведет машейха на все будет хорошо всем шаббат шалом до следующих встреч надеюсь нас состоится в ем решен 15 30 шалом